Каждая ветвь древа жизни семейства Ждановых отдельная история. За каждой фотографией чья-то судьба. Но всего этого могло бы и не быть, если бы не те, кто стоял у истоков этого исполинского древа и когда-то боролся за будущее одной маленькой семьи внутри одной большой страны. Я не хочу, чтобы враги топтали нашу землю и скрипели вот эти пистелицы, которые, они же вешали комсомольцев, коммунистов. Вот так началась моя боевая жизнь. Тамара Николаевна одна из тех, кого война и научила, и закалила. С августа 41-го года она была связной в партизанском отряде. Прошла боевой путь от Чернигова до Львова. За активное участие в диверсиях уже в 19 лет получила орден Красной Звезды. Пережила контузию от взрыва вражеской мины. О том, что помогало ей превозмогать трудности и преодолевать себя, сегодня вспоминает с болью. Молились, все вспоминали Бога, когда были плохо, все. Говорили, Господи, думает ли он о нас? Когда же он нас избавит от этого горя? Вся была надежда именно на него. А еще вера в тех, кто все эти годы был так далек, но в сердце рядом. Вот такое фото Тамара Николаевна, уходя в партизаны, взяла с собой. На ней самые близкие и родные, двоюродный брат и племянница. Фото в нагрудном кармане, память в душе. Сквозь всю войну она пронесла их рядом. Но, к счастью, война дарила не только разлуки, но и судьбоносные встречи. Именно на войне Тамара Николаевна встретила своего будущего супруга Степана Жданова. С ним рука об руку и прошла военный путь до самой победы. И уверена, именно любовь и поддержка помогали в самые трудные минуты. Есть такая забота, есть такая боязнь за человека, чтобы когда ты, когда вместе, то этого не чувствуешь. Если вот пошел на задание одной группой, а если разные группы, то уже ты чувствуешь, что, ага, не знаешь, как там, живой, неживой. Хочется быть лучше. Тогда быть лучше хотелось для близких. Сегодня той же монетой они платят уже сами. Богатство 90-летней Тамары Николаевны – трое детей, пятеро внуков и четверо правнуков. Сегодня они гордятся ее заслугами и доблестным военным прошлым, главным заветом которого, быть может, и была та самая вера. Друг в друга, в Бога и победу. Анна Втюрина, Семен Воробьев, Новости дня. Продолжение следует...